Всем привет! С вами Тася Фламель. Я преподавательница химии в онлайн-школе Вэйбю. И сегодня мы продолжаем обсуждать классификацию химических реакций. Продолжаем, потому что первая часть этого видео уже есть на канале. И если вы ее не успели посмотреть, переходите по ссылочке и возвращайтесь после просмотра к нам. Во второй части мы с вами обсудим классификацию органических реакций. И хорошая новость состоит в том, что многие признаки классификации совпадают с неорганическими. Органические реакции тоже можно классифицировать по обратимости на обратимые и необратимые. По тепловому эффекту на экзотермические и эндотермические. По наличию катализатора на каталитические и некаталитические. Но, конечно, есть отличия. Давайте с вами их обсудим. Органические реакции также можно классифицировать по числу и составу реагентов и продуктов. Но эта классификация немного отличается от неорганической, хотя сходства есть. В органике реакциями присоединения называют такие реакции, в которых к органической молекуле присоединяется какой-то реагент. И, как правило, реакции присоединения сопровождаются разрывом кратных связей или циклов. У реакции присоединения есть свои специальные названия. Например, реакция гидрирования – это присоединение водорода. Реакция гидротации – это реакция присоединения воды. А реакция гидрогалогенирования – это реакция присоединения галоген-водорода. В реакциях отщепления, или их называют реакциями эллиминирования, происходит отрыв какого-то фрагмента от органической молекулы, при этом углеродный скелет сохраняется. У реакции отщепления также есть свои названия. Для того, чтобы их составить, нам нужно к названию реакции присоединения добавить приставку D. Гидрирование – это присоединение водорода, а дегидрирование – это отщепление водорода. Гидротация – это присоединение воды, а дегидротация – это отщепление воды. Гидрогалогенирование – это присоединение галоген-водорода, а дегидрогалогенирование – это отщепление галоген-водорода. В реакциях замещения атом или группа атомов органической молекулы замещается на атом или группу атомов другого соединения. Фактически это реакция обмена, но в органической химии предпочитают термин замещение. Возможно, это связано с тем, что очень маленький кусочек органической молекулы участвует в этом обмене. Как правило, это всего лишь небольшой атом водорода по сравнению с огромной органической молекулой. Органические реакции также классифицируют по типу разрыва связи в реагирующих частицах. И согласно этому признаку классификации, органические реакции делят на ионные и радикальные. Ионные, в свою очередь, делят на электрофильные и нуклеофильные в зависимости от того реагента, который используется в этой реакции. Кто-то скажет, что эта информация является излишней. Но, во-первых, ионные и радикальные механизмы реакции есть в кодификаторе. А во-вторых, вам же как-то нужно изучать органическую химию и понимать, что вы записываете, а не просто зазубривать реакции. Если вы не хотите беспокоиться о том, что вы забудете изучить какие-то важные темы, а самое главное, если вы хотите, чтобы подготовка к ЕГЭ была максимально комфортной, понятной и логичной, то приглашаю вас на курс. Ссылочку на него вы можете найти в описании к этому видео. А если у вас есть вопросы по формату занятий, обязательно пишите в комментариях, я на них отвечу. Давайте разбираться по порядку. В зависимости от внешних условий и от энергии связи, ковалентная связь может разорваться двумя способами. Гомолитически и гетеролитически. В результате гомолитического разрыва образуются две частицы с неспаренным электроном у каждой. Это как обменный механизм образования ковалентной связи, но наоборот. Такие частицы с неспаренными электронами называются свободными радикалами. Если при разрыве связи общая электронная пара остается только у одного атома, то такой разрыв называется гетеролитическим. И фактически он является обратным процессу образования ковалентной связи по донорно-акцепторному механизму. В результате гетеролитического разрыва связи образуются заряженные частицы – катион и анион. Если этот заряд сосредоточен на атоме углерода, то уточняют и говорят, что это карбокатион и карбоанион. Ионы и свободно-радикальные частицы, которые образуются при разрыве, не являются конечным продуктом реакции. Это неустойчивые промежуточные частицы, которые вступают в дальнейшие химические превращения. Теперь возвращаемся к классификации реакций. Реакции, в которых происходит гомолитический разрыв связи и образуются промежуточные свободно-радикальные частицы, называются радикальными. Гомолитический разрыв связи характерен для неополярных и слабополярных молекул и требует большого количества энергии. Поэтому реакции с гомолитическим разрывом связи протекают при сильном нагревании либо при облучении. По радикальному механизму протекает, например, галогенирование алканов, нитрование алканов, а также присоединение хлора к бензолу при облучении ультрафиолетом. Реакции, в которых происходит геотеролитический разрыв связи и образуются промежуточные частицы ионного типа, называются ионами. Геотеролитический разрыв связи характерен для полярных молекул и протекает он обычно в полярных растворителях, например, в воде, спирте или хлороформе. При этом сильного нагревания или каких-то особенных условий не требуется. Я напомню, что геотеролитический разрыв связи обратен образованию ковалентной связи по донорно-акцепторному механизму. И точно так же, как в донорно-акцепторном механизме, у атакующей частицы может быть либо пара электронов, и тогда она называется донором, либо может быть пустая орбиталь, и тогда она называется акцептором. В зависимости от характера реагента и его электронного строения ионные реакции делятся на электрофильные и нуклеофильные. Электрофильными называют реакции, протекающие с участием электрофилов. Электрофилы дословно переводятся «любящие электроны». Это частицы, у которых есть пустая орбиталь. Примеры этих частиц можете видеть на экране. Нуклеофильными называются такие реакции, которые протекают с участием нуклеофилов. Нуклеофилы – любящее ядро, а ядро у нас заряжено положительно. Поэтому к нуклеофилам относятся частицы, у которых на авалентном уровне есть электронная пара. С одной стороны, все это звучит очень запутанно, непонятно и пугающе. Но с другой стороны, если вы вспомните тему ковалентная связь, механизм образования ковалентной связи, то в вашей голове многое прояснится. И изучение органической химии будет более легким, понятным и полезным. Как я и говорила в первой части, не забудьте ее посмотреть, по классификации реакции есть отдельное задание. Так что после просмотра видео не забудь потренироваться на сайте FIPI или в официальных сборниках. А если у тебя возникнут сложности или вопросы, ты знаешь, что делать? Пиши свой вопрос в комментариях. Если тебе понравилось это видео, не забудь поставить лайк, подписаться на канал, чтобы не пропустить выход следующих роликов. Увидимся! С тобой была Тася Фламель. Пока-пока!